Всем добро пожаловать на конференцию. Меня зовут Ольга Гачкова, и сегодня мы начинаем конференцию «Тревел после COVID-19. Опыт Китая». Супер. У нас сегодня действительно невероятная явка. Это очень круто. Мы действительно рады, что всем интересна тема нашей сегодняшней встречи. Меня зовут Татьяна Буянова. Я отвечаю за развитие бизнеса в туристической партнерской сети Travel Payouts и буду модератором сегодняшней конференции. Я бы хотела совсем в двух словах рассказать, для чего мы тут собрались и о чем пойдет речь. Все мы знаем, что туризм во всем мире замер, международных перелетов практически нет, внутренние тоже сильно просели. И мы, конечно, видим, что все серьезно, но вместо того, чтобы паниковать и пытаться делать прогнозы относительно того, сколько все продлится, кто в итоге выживет, а кто нет, мы сегодня предлагаем вам более конструктивный подход. Посмотреть в сторону китайского тревела, который вирус захлестнул первым и который уже начал восстанавливаться. Ну и, конечно же, перенять опыт соседей. Немножко, буквально пару слов о том, что же происходит сейчас в Китае. С середины марта там начали ослаблять карантинные меры, и уже к концу месяца пассажиропоток в стране начал увеличиваться, отельные сети заговорили о росте загрузки. Китай на глазах превратился в одно из самых безопасных мест в мире, и, как бы это ни было иронично, сейчас китайцы опасаются о занесении вируса извне. И чем дальше, тем таких позитивных новостей для туризма все больше. 8 апреля открыли Ухань, а на днях мы услышали, что отельная сеть IAG 16 мая уже открывает новый отель в Шанхае. И в связи со всей этой ситуацией, что нам кажется особенно важным в этой истории, это то, что, несмотря на страновые экономические различия, мы можем уже сейчас использовать опыт наших китайских коллег, чтобы подготовиться к новому тревелу, который ждет нас после снятия ограничений. Китайским компаниям удалось адаптироваться к новым условиям, и это дает нам уверенность в том, что справимся и мы, а имея их опыт перед глазами, еще и быстрее и эффективнее. Что ж, мы сегодня собрали экспертов из компаний Trip.com, STR Global, OTA Insight, Магазеты и Insiders Experience, чтобы поговорить о том, как изменилась индустрия путешествий в Китае после карантина и к чему нужно готовиться нам самим. Мы выбрали такой формат интервью с нашими спикерами, и каждый спикер будет отвечать на вопросы, которые мы подготовили, и также сможет показать свои слайды для того, чтобы их ответ сопровождался инфографиками на слайдах. Вопросы будет задавать мой коллега Ярослав Катышов, вице-президент по управлению доходами в авиасейлс. На самом деле, со вступительным словом это все, и я бы хотела представить нашего первого спикера. Наш первый спикер — это Александр Мальцев, издатель Магазеты. Саша — давний друг авиасейлса и travel payouts. В свое время мы запускали с ним китайский проект. Саша живет в Шанхае и издает Магазету. Это интернет-издание социально-экономической и культурной жизни Китая. По нашей просьбе Саша подготовил обзор того, что происходило с китайским тревелом во время локдауна и что там происходит сейчас, когда ездить по стране уже можно. Я думаю, что всем будет очень интересно послушать лучшие бизнес-практики, кейсы и отдельно также про китайских тревел-блогеров, о чем они писали на карантине и сразу после него. Всем привет! И Саша, привет! Привет! Ты живешь в Китае достаточно давно и пишешь о нем. Расскажи немножко про то, как ситуация выглядела изнутри, как тревел-индустрия, тревел-сегмент в Китае реагировал на эпидемию, как встречали новости о локдауне, о карантинах. И, в общем, было бы интересно услышать про этот опыт из первых рук. Ну, всем привет! В первую очередь, надеюсь, меня хорошо слышно. Надо было вообще этот эфир записывать, эту конференцию, наверное, месяц или два назад. Тогда бы это реально были как рассказания Ванги, потому что сейчас, спустя какое-то время, Китай как бы оклемался, уже давно использует разные штуки, как выпутываться из этой ситуации. В принципе, Россия и другой мир мог бы у него поучиться. Но сейчас и Россия, и Запад быстро догоняют путем перевода каких-то оффлайнов, процессов онлайн и так далее. Но для Китая, конечно, это, как вот на моем слайде, то есть изначально это был период, середина января, конец января, где большинство, абсолютно большинство населения готовилось к переезду, перемещению, то, что называется в Китае «золотая неделя». В Китае отпуска у людей небольшие, поэтому они их часто совмещают с какими-то праздниками. И вот пару раз в году есть вот такие недельные выходные, которые называют «золотая неделя». И как раз все ждали китайского Нового года, который в конце января, в начале февраля. Все, естественно, закупили билеты, бронировали отели. И вообще, в принципе, традиционно китайцы в этот момент начинаются, начинается внутренняя миграция очень большая. Потому что в Китае это, как бы, ты родился в одном месте, учился во втором, а работаешь и живешь в третьем. И вот на китайский Новый год традиционно нужно возвращаться домой, поближе к семье. И как раз в этот, представляете, когда нагрузка на транспортную систему, нагрузка на туриндустрию случилась, начали появляться вот эти новости о вспышке коронавируса. А потом, ну, наверное, самый большой шок испытали все, и когда все поняли, что это очень серьезно, когда закрыли неожиданно для всех Ухань. Ну, наверное, неожиданно, кроме самих жителей Ухани. Да, и получается, эта традиция, было перемещение и путешествие, а китайцы, которые попогаче, да, или, ну, точнее, может быть, поболее посовременнее, они обычно в этот период начинают путешествовать, да, то есть там кто-то уезжает пораньше, кто-то попозже, чтобы воспользоваться этим большими каникулами. Ну, а получилось так, что улицы, отели, гостиницы, все пустое, и так как там примерно 99% потенциальных туристов оказались в запертии на карантине. А, сейчас переключу, да. Ну, вот у меня слайд, ожидание и реальность. То есть изначально из ожидаемых примерно более 50 миллионов путешественников в неделю китайского Нового года в 2020 году, по факту путешествовало где-то, или были в разъездах, около 300 тысяч. То есть вы понимаете, да, по подсчетам индустрия, тревел-индустрия теряла где-то в день по 2,5 миллиарда долларов. Ну, и там тоже есть разные подсчеты, что где-то сейчас уже на данный момент она просела точно в два раза, потому что были в два раза меньше загружены отели, в два раза меньше были загружены самолеты. То есть, ну, пустых мест там более 60%. И, естественно, тревел-индустрия в Китае испытала один из самых, пожалуй, таких сильных ударов по бизнесу, если все брать другие сферы. Да. Вот слайд про загруженность отелей. То есть на 14 января и 26, когда вот закрыли примерно Ухань, и началась жара. Ну, тоже, например, есть, уходят слухи сейчас, что Airbnb, он эту информацию не подтверждал, но их бизнес просел на 80% по количеству продаж. А какие-то его конкуренты местные, например, Данке Апартментс, в принципе, делают то же самое, что и Airbnb, которые на протяжении многих лет сжигали деньги и маркетинговые бюджеты, они вообще закрылись. Вот. И да, то есть, ну, для Китая, естественно, это был шок. И вот, в принципе, что и произошло. Золотая неделя, которая обернулась кошмаром. Да, я же правильно понимаю, что закрыли Ухань, но, по сути, ограничения были и во всей стране. То есть очевидно, что не только Ухань это затронуло, а там и другие регионы тоже. Закрыли Ухань где-то 24, кажется, января. И да, все испытали шок, но по остальному Китаю ходили слухи, ходили всякие новости, что скоро закроют Шанхай, скоро закроют то-сё. Не все в это верили. И кто-то продолжал путешествовать. Естественно, огромное количество людей оказались, ну, китайцев или, например, как я, иностранцев, экспатов в этот момент уже за пределами Китая на своих законных отпусках. И тут такие новости. Весь отпуск превратился в проверку новостей о ситуации в Китае. Это в середине, да. И все это все равно закрывалось постепенно, но довольно стремительно. Слушай, а вот в этот период изменился ли контент тревел-блогеров? И о чем вообще писали? Вот две недели, там, три недели, то есть достаточно продолжительное время, все было, ну, не на нуле, но близко к тому. И что делали тревел-блогеры? Ну, вот как раз, может быть, от тревела, ну, давно отошел от этой онлайн-тревел-индустрии, но вот блогеры и блогосфера китайская, это немножко, чем я непосредственно занимаюсь. И здесь, якобы, как такой, ну, уже профессиональный наблюдатель, в том плане, что как и эпидемия началась в Китае, так и инфодемия началась в Китае. То есть все соцсети еще где-то вот с начала января, они пестрили всякими непонятными слухами, непроверенными данными, какими-то, ну, прям, откровенными фейками, где брали какое-то видео или новость, я не знаю, там, из другой страны, или вообще 10 лет назад, и потом писали, смотрите, что происходит там в Ухане, да, я не знаю, или вообще из какого-нибудь фильма. И в этом плане, как бы, блогосфера, она уже немножко про это жужжала, но, кто не знает, в Китае все равно довольно сильно заурегулирован интернет, да, то есть работает и искусственный интеллект, в плане цензуры, да, в том числе и политика, модерация контента присутствует, которые тех блогеров, travel-блогеров, которые, ну, имеют какое-то имя, они все равно дорожат своей аудитории, своей репутацией, поэтому они точно никак не распространяли эти слухи. Это с одной стороны. С другой стороны, государственная, то есть информационная, государственная медиа, да, они очень быстро, и само государство взяли политику информационной открытости и начали сами довольно активно и быстро писать, что происходит, ну, на самом деле, то есть довольно очень много сразу поток информации шел, сколько зараженных, сколько погибло, сколько выздоровеющих, какая ситуация у Ухани в других городах, то есть этот поток информации был довольно сильный и из центральных СМИ. И из-за госзаказа или из-за соцзаказа к нему и подключились разные китайские контент-площадки, ну, как в соцсети, или, например, в TikTok, в Китае это Dauin, или вот то, что у нас читают Telegram-каналы ВКонтакте, в Китае это WeChat и Weibo, например, да. Они, вот эти платформы, они тоже очень быстро начали организовывать разные там разделы специально посвященные этому, ну, этому событию, да. Или, например, там, Dauin, TikTok, он организовал различные челленджи по поддержке, с одной стороны, информирования населения, поддержки Уханя, поддержки врачей, и что еще, и что еще, а, ну и борьбы с фейками. Естественно, блогеры, которые ты спросил, они в этих больших челленджах участвовали. Ну, там, начиная от самого простого, там, Ухань вперед, там, Уханьти.io, это все делились скриншотами, там, системы переводов денег, сколько они там пожертвовали фонды в борьбе с эпидемией, да. Или что-то более креативное, например, путешествуем дома. Вот как раз о том, что многие блогеры, они переквалифицировались в таких домашних путешественников, например, был такой челлендж «Путешествуем дома», где разные блогеры показывали, как они начинают свое путешествие со спальни в зал, в туалет, на кухню и так далее. То есть все это они очень креативно обыгрывали такими, значит, потому что, с одной стороны, ты никуда не можешь поехать, все публичные мероприятия в Китае были закрыты, кинотеатры были закрыты, ну, и тебе приходилось всячески развлекаться дома у себя, да. И, в принципе, все эти мемасики, которые блогеры распространяли, я их пережил дважды. Сначала Китай ими жужжал там в конце января, в начале февраля, а потом уже и остальной мир с теми же самыми мемами, только по-русски и по-английски, уже подключился там в конце февраля, начале марта, да, грубо говоря. Вот. Поэтому, коротко отвечаю, китайские тревел-блогеры, естественно, никого не призывали путешествовать, а, наоборот, оставаться дома и как креативно провести время. Кто-то там, грубо говоря, есть какой-то фуди-тревел-блогер, готовит еду тайскую, путешествует по Таиланду или там в Японию готовит суши, он показывал, как готовить суши из китайских продуктов, грубо говоря, или там тайскую кухню из тайских продуктов дома у себя, никуда не езжа, не выходя. Ну, в качестве примера. Ну да, сейчас у многих из нас есть шансы стать таким блогером, который показывает, как путешествовать из спальни куда-то в другую комнату. Слушай, а вот тот бизнес, который оказался под ударом, как он себя спасал? Тревел. Ну и в целом, да, то есть, естественно, все это очень быстро закрыли, все схватили, но поскольку в Китае все медиа, вся благосфера, все это очень жестко, вся вот эта информационная повестка, информационный поток очень жестко регулируется и управляется, ну, свыше, поэтому я бы не сказал, что, или были хотя бы ощущения, что все мы этим недовольны, что там позакрывали рестораны, позакрывали достопримечательности, не сходить на китайскую стену, никуда не улететь. В целом, была такая, я думаю, или так оказалось, поддержка, да, всех этих мер, жестких мер, и я не знаю, связано ли это с тем, что китайцы более послушные, да, к указаниям свыше, или русские там, или иностранцы более бундари, им сказали там, сидите дома, а они начинают, наоборот, там активнее ходить. Нет, в Китае все это восприняли нормально. Но, да, естественно, тревел-бизнес был один из первых, кто на себе ощутил вот отмену брони, отмену билетов, возврат билетов, да, ну и как спасались. С одной стороны, один из первых, я думаю, позже потом, может быть, наши спикеры следующие расскажут, это то, что многие топ-менеджеры компании, в том числе, тревел-компании, большой пример, это Джейн Сун, да, и Джеймс Лян из компании TripCom, они урезали там себе зарплату до нуля. Ну и в целом, по Китаю тоже прошла такая волна, как бы топ-менеджеры везде там писали в свои блога, что все, мы себе зарплату урезаем, и жертвуем тоже там большие деньги на борьбу с эпидемией, да, это одно, как бы, не знаю, насколько это помогло, конечно, их бизнесу, но как пиар-ход был, наверное, довольно сильный. Но мне очень понравилось, например, что в Китае тоже начался какой-то тренд, мне кажется, что CEO и всякие основатели компании начинают выходить в лайвстрим, вести лайвстримы, да. В Китае в целом довольно популярна тема, это смотреть там часовые или даже круглосуточные лайвстримы человека, ну, люди разных блогеров, кто-то там, не знаю, что-то распаковывает, продает, как магазин на диване, кто-то просто там ест на камеру, кто-то даже спит, и за ним там специальный человек, если он перевернулся на другой бок, там камеру поставил, чтобы было видно. Есть люди, которые над этим наблюдают и платят денежку даже, вот, потому что многое видно, одиноких сердец. Тут появился тренд, что очень много именно основателей компании, ну, топ-менеджеров, они тоже начали выходить в лайвстримы. В этом, а в нашем сегменте, в этом плане отличился тот же Джеймс Лиан, основатель C-Tripa, это Trip.com, который уже, ну, на данный момент, я это проверял, он уже сделал целых 4 лайвстрима из 4 разных городов, достопримечательностей Китая, из Санья, и так далее, из Шинси, где весь день он себя представлял, как обычным таком тревел-блогером, там, ходит, селфи снимает, рассказывает о достопримечательностях, в этой территории, да, в этом регионе, и попутно он еще рекомендует, где жить, какие-то дает бонусы и скидки на покупку, там, путевок, поскольку, несмотря на коронавирус, это, ну, сейчас в Китае, понятно, это все уже довольно, ну, сбавило обороты, но приближается новая золотая неделя, майские праздники, и тот же Джеймс Лиан, он уже рекламирует, как бы, давайте бронируйте отели, покупайте путевки, и так далее, и это все слова-слова, но вот за его 4 лайвстрима, он уже только вот отельного оборота поднял, то есть он сгенерировал сделок, сумма вот заказов, да, она более 60 миллионов юаней, то есть где-то 8,5 миллионов долларов, это вот за 4 стрима, сколько людей, слушая его стрим, услышали его рекомендацию, и сделали заказ, забронировали отель, и вот сумма всех этих заказов, там не комиссия, не пикает прибыль, а вот сумма всех заказов составила 8,5 миллионов долларов, помимо этого он еще рекламирует, естественно, какие-то туры, путевки, там пакеты и так далее, и Джеймс Лиан в этом плане довольно сильно помогает туриндустрии своими стримами, и его опыту следуют и другие CEO, в том числе не только из туристического сектора, ну там и рестораны и так далее, то есть они как-то пытаются немножко оживить аудиторию, привлечь к себе покупателей, туристов, внутренних, естественно. Ну и другой, тоже очень много, когда это все началось, тот же Чюнар, один из довольно крупных в Китае, тоже поисковиков и билетов, и агентства, TripCom, Alibaba, ну и проект Alibaba в Лиге, они организовали, каждая компания делает что-то для поддержки более мелких игроков, ну поменьше игроков турбизнеса, та же Alibaba организовала, TripCom организовал фонд на 140 миллионов долларов, для поддержки своих партнеров, тех же ательеров, какие-то агентства и прочие турбизнесы, которые вот работают с ними. Alibaba работает с локальными банками, которые помогают получить кредиты дешевые или какие-то, ну, на очень выгодных условиях для туриндустрии. То есть, тоже очень много чего такого происходит и компании делают. Да, очень круто. Может быть, у нас тоже почти стрим, может быть, нам тоже надо начать какие-то донаты собирать на поддержку российской тревел-индустрии. Ну вот, слушай, такой вопрос, на самом деле, он и наших зрителей, слушателей в чате интересует, и нас интересует, и вообще актуальный, сейчас кажется, для России, для Европы в какой-то степени. была ли какая-то поддержка от государства? И если да, то в чем это выражалось? Поддержка от государства была, и довольно рано они тоже объявили, что, типа, успокойтесь, все будет, причем на многих сразу уровнях, на национальном уровне, то есть, все китайское, на провинциальном и на городском. Ну, например, одно из таких общенационального, если говорить, то это освобождение от НДС, в Китае сейчас 17 или 16 процентов, для транспорта, сферы туризма, развлечений, и там довольно очень много, на самом деле, большой список тех сфер, которые освободили, не нужно платить НДС. С 1 января 2020 года, как бы, все там, то, что здесь были сделки какие-то, можешь не платить налоги с этого, и до, пока не будет нового указа, то есть, например, да, где-то, если говорить про провинциальный уровень, да, то есть, провинции у них тоже есть там свои бюджеты, свои политики, они могут ее так или иначе, как там, по-своему строить. Вообще, существенно срезали прочие налоги, в провинции Шиньси, там, на 50 процентов срезали, вообще, все возможные налоги, где-то выдали, например, кредиты турбизнесу, да, вот, я слышал про Нанкин, там, где-то под миллиард долларов выделили на поддержку местной туриндустрии, всяких местных, там, каких-то деревень на воде, и прочее, всякие такие споты, для их поддержки выделили такие, да. Тоже, мы уже в самом начале сказали, что Ухань, например, открыли, да, и хочется государству и местным чиновникам, наверное, привлечь, как бы, все-таки народ, что, ну, во-первых, рассказать, что теперь это безопасно, что провинция и ее административный центр Ухань, они не представляют никакой угрозы, и, например, на Доуин, это китайский ТикТок, там стартовала компания, мэры рассказывают тебе про Хубей, провинция Хубей, где находится город Ухань, и там, получается, 13 мэров различных городов провинции Хубей, они ввели лайвстримы, опять мы возвращаемся к этому, и рассказывали, чем там их город конкретно знаменит, или чем провинция тоже конкретно знаменита, что можно туда поехать, что купить обязательно, что поесть, я не знаю, насколько наши слушатели и зрители знают там именно как бы среднестатистического китайского туриста, но среднестатистический китайский турист, он обычно путешествует со списком как бы, что надо сделать, у него всегда есть список, окей, мне надо там сфотиться с этим, с этим, с этим, съесть то-то, то-то, и купить пятое, десятое, для них довольно распространенная тема, неважно, ты ешь ли внутри Китая в какой-то регион, в какой-то город, либо ты путешествуешь за границей, и вот, например, таким образом тоже правительство, ну, получают, чиновники, да, привлекают народ возвращаться и путешествовать в своих городах. Да, слушай, ну, и еще один вопрос, наверное, вот последние недели, наверное, в СМИ везде уже рассказывают про Китай в таком позитивном ключе, что тревел начал восстанавливаться, был уже, ну, такой почти-почти мем, вот эти фотографии из национального парка, где там какая-то огромная толпа, вот ты, ну, да, вот примерно такое, еще несколько было по-моему, на мосту, там что-то, ну, в общем, людей много, они куда-то поехали по стране, значит, вот, что, ну, что можешь сказать об этой динамике, как это ты видишь, что интересного происходит в этом плане? Окей, начну немножко от широкого к узкому. Первое, я заметил, что, как бы, бизнес в Китае начал оживать, примерно, наверное, с начала марта, когда люди уже начали выходить в офисы с домашнего, не с домашнего, обучения, с домашней работы, то есть, с работы на дому начали выходить в офисы, открываться рестораны, открываться парки общественные, да, то есть, везде стали пускать, естественно, сейчас в Китае, ну, это может, конечно, немножко отличаться от региона к региону, я, скорее, если буду говорить, то по дефолту я говорю про Шанхай, где я живу много лет, но, естественно, сейчас в любом, ты входишь в большой торговый центр, в парк, или в какой-то достопримечательность, например, в какую-то зону, там везде тебя несколько раз проверят температуру, есть тепловизоры, есть, где человек там тебя электронным градусником проверяет, также ты часто должен показать свой код здоровья, то есть, в приложении, в нескольких приложениях ты можешь показать свой код, что там код зеленый, это значит, что ты последние 14 дней находился в Китае, и что ты там не наблюдался в больнице с подозрением на коронавирус, да, желтый код, это значит, что ты должен быть на карантине, да, там красный код, ты вообще там тебя должны посадить на принудительный на карантин, и так далее. Есть еще много разных штук, где ты, например, отсканируешь, смотря какой у тебя мобильный оператор, ты можешь там отсканировать код, и информация от мобильного оператора покажет, не выезжал ли ты там в другие провинции, где, например, какая-то ситуация эпидемиологическая более суровая, да, или не было в других странах. То есть, вот, контроль, он есть, то есть, ситуация улучшается, но, тем не менее, меры безопасности, они до сих пор остаются, да, и, насколько я слышал, что по всему Китаю там открылось более 4 тысяч уже туристических спотов, некоторые из этих спотов, а, и более 50% из этих спотов это так называемые класса А, да, AD по-китайски, то есть, это именно, которые там чуть ли не провинциального или государственного уровня именно там охраняются, какие-то горы, например, да, или какие-то там а-ля китайская стена, кстати, не знаю насчет китайской стены, навряд ли ее открыли. Вот, и для привлечения еще больших масс, да, народомасс в эти споты, многие из них сделали бесплатными, когда раньше надо было там заплатить, там, не знаю, 50, 80 или больше в районе, то есть, в районе 10 долларов, допустим, и, естественно, то, что мы видели фотографии, это были в основном сделаны на небольшой праздник в начале марта, и многие туда ринулись, потому что бесплатно, и это, конечно, немножко под сомнение, этот спот пришлось, насколько я читал новости, дальше пришлось закрыть, поскольку они превысили лимит, 20 тысяч человек в день появилось, пришлось закрыть, это уже небезопасно, даже если один будет больной, то понятно, вот, дальше, как я уже сказал, грядет новая золотая неделя, небольшая золотая неделя, майские праздники, мир, труд, май, наливай, естественно, то есть, там будет примерно три дня выходных, кто-то возьмет себе отпуска, и сейчас под это работает китайский уже турбизнес, то есть, есть специальные дилы, есть специальные пакеты на майские праздники, естественно, про заграницу никто не говорит, все это внутренний туризм. Вот, про Ухань я рассказал, и в целом местные есть, эксперты довольно смотрят на это позитивно и оптимистично, сравнивают ситуацию с SARS-ом в 2003 году, когда на тот момент, после, когда эпидемия закончилась, в принципе, турпоток, отели и транспорт очень быстро, там, за несколько месяцев вернулся на какие-то прежние цифры. В случае с коронавирусом говорят, что точно вернется на предыдущие темпы, наверное, не больше года. Ну, посмотрим, как все будет. Да, Саша, спасибо большое, очень любопытно, вот есть все-таки какой-то стереотип, по крайней мере у меня есть, что китайцы, вот китайцы, они работают, они работают 24 часа в сутки, там, почти без выходных, но все-таки, все-таки, вот есть какие-то эти периоды, Новый год, майские праздники, что-то есть, значит, общее из России тоже. На самом деле, очень классно, что нас очень много, я все это время смотрел на счетчик участников, невероятное количество участников, то есть больше 400 человек, практически все время нас слушал, и очень много вопросов в чате. Мы сейчас будем двигаться дальше, просто чтобы успели все спикеры рассказать, потому что у всех много интересного материала, но общение в чате продолжается, то есть там вопросов много накидали, и я думаю, что сейчас там то, что осталось неотвеченным, еще Саша, видимо, сможет подвечать самому. Да, я подвечаю. Саня, тебе слово. Да, спасибо большое, Саша, тоже поблагодарю, мы, конечно, с замиранием сердца следили за тем, что происходило в Китае, до сих пор следим, но такая ретроспектива это непосредственно очевидца событий, это всегда очень круто. Спасибо большое, особенно последние новости о том, что динамика действительно положительная, безумно приятная, мы на самом деле за позитивными новостями здесь и собрались. Я тогда буду переходить к следующему спикеру, тоже в продолжение позитивных новостей из Китая. Наш следующий спикер это Глеб Рыбушкин, который руководит всем российским маркетингом в компании TripCom Group. И поскольку TripCom не понаслышке знает о китайском рынке, буквально все, Глеб согласился нам сегодня проговорить то, как изменилось, как вообще изменились предпочтения китайских путешественников за время эпидемии и как меняется спрос прямо сейчас, в моменте, после локдауна. Куда путешественники планируют поехать в первую очередь? Насколько я понимаю, это результаты совместного исследования с China Tourism Academy и все это, конечно, нам очень любопытно, потому что проливает свет на несомненно изменившиеся реалии, которым другим рынкам тоже нужно быть готовыми. Ну что ж, Глеб, Ярослав, вам слово. Да, Глеб, привет. TripCom это компания, которая, когда слышишь на конференциях, что TripCom или C3 или там другие бренды TripCom что-то рассказывают, вот всегда чувствуешь, насколько твой бизнес, какой бы он ни был, большой в рамках страны, региона, насколько он маленький глобально по сравнению с TripCom. Но дальше, наверное, послушаем об этом из первых рук. Глеб, расскажи, пожалуйста, чуть-чуть для нашей большой аудитории какие бренды входят сейчас в TripCom Group, как у вас дела и так далее. И немножко расскажи про то, какую вы цель ставили перед вот этим исследованием, то есть для чего вы его проводили. Вот, я думаю, что нам будет всем интересно про это послушать. Да, добрый день, меня зовут Глеб Рыбушкин, я руководитель направления маркетинга в регионе России. Ну, вкратце расскажу, что такое TripCom Group, потому что, ну, ты в предыдущей презентации уже немножко звучала, да, и действительно там на разных мероприятиях или где-то там в статьях звучит, но не все как бы, ну, всегда понимают, что это такое, да. Значит, TripCom Group это, ну, по сути, четыре бренда, да. Это бренд, два бренда, которые мы можем, ну, назвать как онлайн-тревел-агентство OTA, это TripCom и C-Trip, и два бренда, которые связаны с несколько другой моделью бизнеса это мета-поисковики, то есть это, соответственно, SkyScanner или Kunar, или Chunar, как его там называют, соответственно, в Китае, да. Вот, это все как бы TripCom Group. Значит, два бренда, которые слева, TripCom и SkyScanner, соответственно, бренды, которые работают на глобальных рынках, то есть везде, за исключением Китая. А C-Trip и Kunar, соответственно, работают только в Китае. Вот такая как бы специфика и позиционирование. Ну, чтобы понять как бы масштаб компании, да, тут компания сейчас уже пошел 21-й год, вот, образована она была там в 99-м году. Компания торгуется, группа компаний, по сути, торгуется на Nasdaq, да, вот, это, ну, если брать как бы рынок именно онлайн, travel, да, то в Китае, соответственно, компания занимает, ну, ориентировочно там плюс-минус в районе там 60-ти процентов доля как бы рынка, да, и если брать глобально, скажем так, количество пользователей, то это порядка 400 миллионов пользователей, ну, и там, соответственно, там GMV в 2019 году был достаточно большой, более 120 миллиардов долларов. И если в двух словах уже непосредственно о бренде Trip.com, да, то есть то, что присутствует там, в том числе, как бы на российском рынке, да, вот, основные вертикали продуктов, это, ну, они все вокруг, в любом случае, travel, travel, связанные с travel, да, то есть это два основных продукта, это флайты отели, да, но линейка расширяется, это и железные дороги, и там аэропортовый трансфер, и аренда автомобилей, различные там билеты на мероприятия, и, соответственно, даже пакетные туры на ряде рынков мы тоже вводим. Что касается непосредственного исследования и зачем мы его как бы делали, про детали исследования я расскажу чуть позже, да, а зачем мы его делали, ну, во-первых, Китай, рынок достаточно большой, там, ну, очень хорошо проводить такого рода исследования, потому что, ну, скажем так, количество опрошенных пользователей может быть, ну, в общем, достаточно широким, да, более того, можно их провести в разных регионах с достаточно большой выборкой при этом. Очень круто. А можешь сказать подробнее про само исследование, когда проводили, кого опрашивали, что спрашивали? Да. Ну, как я сказал, это исследование, это совместный проект, проект между TripCom Group и China Tourism Academy, да, вот, сам, совместная лаборатория по больших данных была сформирована еще в 2017 году, вот, и, ну, ряд проектов уже на этой базе выполнялся, сейчас мы непосредственно говорим про проект 2020 года, то есть свежий, на самом деле, мартовский, да, вот, он называется, ну, в общем, опять же, проект, связанный уже с постпандемик, да, после пандемии, что, что происходит с туристической отраслью в Китае, да, вот, и для этого, соответственно, был произведен опрос, ну, практически 15 тысяч пользователей, вот, это было, ну, практически по всей территории Китая, там, 100 городов, и городские, и деревенские поселения, вот, мужчины, женщины, ну, и так далее, достаточно широкий охват возраста в том числе, да, вот, и, ну, если кратко говорить, что за результаты этого всего, ну, наверное, они вот здесь вот выведены сейчас в кратком таком самморе, опять же, от нашего сооснователя и председателя совета директоров Trip.com Group Джеймса Лианга, про которого уже предыдущий спикер, ну, как бы несколько раз упомянул, да, вот, ну, вкратце, если говорить про самморе, да, то мы считаем, что пандемия, ну, для Китая, как минимум, да, она имеет такой однократный эффект, да, вот, спрос, он точно восстановится, и он уже восстанавливается, у него есть тренд в эту сторону, более того, хотя сейчас, ну, есть, как бы, такой фокус, конечно, на доместик, мы верим, что международные выездные поездки тоже будут, соответственно, возрождаться и расти еще дальше, ну, и плюс, на самом деле, все это поможет еще большему проникновению онлайна в небольшие города, вот, и, ну, так, то есть, движение такое в эту сторону точно будет происходить. Если немножко посмотреть на детали, то есть, там достаточно много разных вещей обследовалось, я буквально несколько, как бы, коснусь, ну, чтобы для понимания, вот, ну, первое, понятно, что сейчас никуда интерес к туризму не делся, да, он точно есть, по опросу только 10% пользователей, ну, сказали, что им это неинтересно сейчас, да, то есть 90, они так или иначе к туризму неравнодушны, да, кто-то в большей степени, кто-то меньший, это хороший знак, на самом деле, вот, более того, ну, важно, что для туристов будущих, да, или, там, сегодняшних очень становится важна, как бы, безопасность, практически, там, 20%, да, пользователи сказали, что это важно для них, да, вот, ну, и, безусловно, скидки, да, скидки и holidays, paid holidays, это те вещи, которые их стимулируют к поездкам, к туризму, вот, и это никуда не уходит. Очень интересный факт, что, ну, в первой половине года, то есть это, по сути, ну, так как исследование было в марте, то есть с марта по июнь, практически, там, 50%, то есть 43% сказали, что они готовы совершить поездку в этот период, если, ну, все будет налаживаться, да, вот май, в этом смысле, как бы, пиковый период, да, 16% желающих это осуществить в мае, вот, летний период, соответственно, тоже достаточно большой спрос по 15%, ну, и октябрь, когда тоже длинные национальные праздники, да, то есть люди тоже планируют поехать в эту сторону. Вот, что касается, куда поехать, ну, практически 90% так или иначе сосредоточено на доместик, да, с большой долей тех, кто там, ну, просто даже там вокруг города, в городе, на ближайшие там небольшие дистанции, да, ну, и в том числе, как бы, те, кто готов поехать немного подальше, да, вот, те, кто готов ехать, ну, за пределы, скажем так, Китая, их порядка, там, 10%. Ну, в части, как бы, вида транспорта, львиная доля пользователей хотели бы, ближайшие туры совершить на собственном автомобиле, вот, или там с использованием высокоскоростных поездов, да, ну, и доля тех, кто там самолетами или там автобусами, она, ну, несколько меньше, да, то есть на ближайшее время это будет доминирование, доминирование таких видов транспорта для, для туризма. Вот, и, так, ну, и, как бы, доля самостоятельных путешественников, она достаточно высокая, то есть те, кто готов планировать путешествия самостоятельно покупать отдельно там либо гостиницу, либо гостиницу, плюс что-то, это более 40%, да, и, и доля, соответственно, тех, кто, ну, как бы, хотел какой-то там кастомизированный тур под себя, но она тоже такая практически 20%, да. Глеб, ну, вот для меня вот эти последние особенно графики выглядят достаточно удивительно, потому что я работаю в тайском офисе в авиасейлс, то есть живу на Пхукете, и у нас достаточно много каждый год китайских туристов, особенно, кстати, как раз в то время, в то время года, вот, январь-февраль, когда в этом году китайцы особо-то не выезжали, и поэтому их было сильно меньше, чем обычно, но обычно их много, и что я про них могу сказать, то есть это практически никогда, вот этот вот self-guided travel, это не очень похоже на китайцев, тех, которые выезжают за границу, я не знаю, что происходит внутри Китая, насчет на машине, ну не знаю, как бы, насколько это популярно, но то, что там было еще, по-моему, да, доля доместика, значит, тоже довольно удивительно звучит для меня, потому что, то есть 90% говорят, что они будут путешествовать по стране, при том, что и здесь очень много китайцев, то есть в Таиланд очень много китайцев приезжает, и в России, и в Европе, все знают, что сейчас во всем мире, но китайские туристы, это, наверное, номер один, то есть насколько вот по вашим данным то, что люди сейчас отвечали в вопросе, вот, как бы, в разгар эпидемии, отличалось от типичного поведения китайских туристов? Ну, вопрос хороший, на самом деле, ну, тут надо принять во внимание, наверное, несколько факторов, да, ну, первое, доля тех, кто имеет вообще паспорт для выезда за границу, да, вот, по разным оценкам это сейчас там от 10 до 13, процентов населения, да, то есть остальные, они физически не могут поехать куда-либо за рубеж, потому что нету паспорта, да, вот, это как бы, ну, уже определяет доминирование, да, доместика, ну, по дефолту, как говорится, да, вот, насколько повлиял, скажем так, фактор пандемии, он, безусловно, повлиял, потому что, ну, технически многие страны, в том числе страны-соседи, они закрыты, да, то есть люди сейчас не могут туда поехать, да, даже если бы они хотели, да, вот, поэтому, скажем так, та доля, которая вот сейчас, вот, 90 процентов, доместик, она, ну, похоже на правду и в обычное время, поэтому один из тех выводов, да, которые, там, Джеймс Рианкс сделал, да, в том, что мы видим, что никуда не делся интерес к поездкам за рубеж, да, то есть вот эти 10 процентов, ну, а-ля там, да, они так или иначе, наверное, хотели бы поехать, если ситуация улучшится, границы начнут открываться и так далее, да, вот, что, тут сложно сравнить, это сравнение с фактическими данными, да, мы, ну, то есть это намерение, да, а другое дело, когда бронирование, это действие, да, то есть все-таки, ну, сравнивать лучше, конечно, яблоко с яблоком, поэтому этот отчет, он, как бы, первый в серии, наверное, будут еще, да, когда можно будет смотреть уже динамику этого изменения, вот, но что мы наблюдаем, что, ну, скажем так, многие готовы делать туры рядышком, да, не уезжая далеко, более того, первые туры, которые мы на своей платформе, поставили, это туры для маленьких групп, да, то есть небольшие группы, это или семья, или там небольшая группа друзей, да, во многом, наверное, связано с тем, что люди все равно испытывают еще чувство некого, ну, безопасность сейчас, это одно из важных, да, вещей, и путешествовать в большой группе, ну, просто небезопасно, и, ну, и не рекомендуется, соответственно, это, наверное, одно из таких больших изменений, да, люди там готовы небольшими семьями, небольшими группами, и мы, ну, под это подстраиваемся, соответственно, эти продукты начинаем предлагать, да, ну, это вот такие основные, наверное, изменения, машина, наверное, тоже с этим связана, да, потому что все-таки свой транспорт, ты передвигаешься в определенной степени безопасности, да, что, ну, рядом нету кого-то, кто может тебя, соответственно, инфицировать, да, но это опять же такие, да, умозаключения, наверное, которые можно наложить на результаты. Да, да, Глеб, но еще короткий, наверное, последний вопрос, Саша рассказывал до этого, как разные компании в Китае по-разному переживали всю ситуацию, делали какие-то разные вещи, что у вас лучше всего сработало из того, что вы делали в период? Да, ну, один рецепт нам уже рассказали, я его тоже вкратце коснусь, но до этого, ну, так как часть, скажем так, поездок, она либо в ближайшие, ну, доместик, да, это в ближайшие, на ближайшие расстояния, то хорошо, безусловно, продаются отели, да, на различные там концерты, там, мероприятия, билеты, да, вот, для того, чтобы их продавать, ну, как-то надо, на первом этапе стимулировать спрос, да, то есть у нас сейчас, так как в Китае нульвиная доля дистрибуции идет через мобильные приложения, да, то есть там свыше 90%, да, бронируется, ищется в мобильных приложениях, соответственно, в том числе в нашем мобильном приложении мы сейчас предлагаем возможность бронирования с хорошими скидками, 60%, допустим, да, на, в том числе, там, на люксовые отели, да, в которые, ну, человек, наверное, не поехал бы в обычное время, да, с хорошей ценой он готов поехать, в том числе, наверное, там, фактор безопасности в таком отеле он тоже повыше, да, вот, и это, это стимулирует продажи, да, это то, что мы используем как один из инструментов, для этого, соответственно, мы получаем, ну, это не то, что там прямо все за наш счет, да, эти скидки, понятно, что поставщики дают собственные специальные предложения, мы имея, скажем так, охват предлагаем это рынку, да, соответственно, у поставщиков появляется кэш, да, для дальнейшей, ну, в общем-то, есть некая добавочная стоимость, в том числе, как бы, и с нашей стороны. Про, про лайвстриминг мы уже как бы говорили, я здесь не буду сильно, но это действительно инструмент, который действительно работает, да, он работал, там, для нескольких других отраслей, сейчас тревел активно в это выходит, наш, соответственно, основатель, ну, один из пионеров в этом, да, и тут вот пару таких вот наглядных результатов, пару стримингов, когда там за час, да, генерируются достаточно большие суммы выручки, да, и заказов, ну, и более того, это стимулирует интерес к бренду, бренд не пропадает из поля видимости, да, это тоже, наверное, вещь, которая плавно будет приходить. Ну, и в том числе, такой некий внутри компании, мотивационный лидершип, да, когда все видят, что руководство предпринимает собственные силы, по сути, выступая там где-то действительно в роли блогера, да, вот, практически у каждого сотрудника есть возможность там зарегистрироваться на специальной платформе и, ну, предлагать отели по хорошим ценам, с хорошими скидками, там, друзьям, там, и так далее, и получать при этом вознаграждение, ну, то есть, соответственно, тоже такой интересный достаточно канал продаж. Ну, и про маленькие группы я уже говорил, да, это то, что действительно начинает работать, да, это то, что мы первое, как бы, предлагаем сегодня, как бы, рынку. Ну, в общем, внутренняя аффилиатка, лайв-стриминг и спец-оферы спасут, видимо, тревел-бизнес. Они помогают, они помогают. Я надеюсь, что многие еще обратили внимание на интересный интерфейс такой в китайском стиле. Это не казино, значит, приложение, а travel. Вот. Хотя... Да, travel начинает заходить на это поле, да, все правильно. Требенская манера. Спасибо, Глеб. Передаю дальше слово Тане. Да, спасибо большое, Глеб, за результаты исследования, за то, что поделились с нами цифрами и за эти лайфхаки по стимулированию продаж, которые сейчас используются в Китае. Конечно, интересно посмотреть, возможно, что-то перенять. Спасибо большое. Мы сейчас послушали представителя большой туристической компании, а следующий спикер у нас это представитель больше малого бизнеса. Это Томас Шабрие, основатель проекта Insiders Experience. Как я уже упомянула, Томас, представитель малого бизнеса, который, пожалуй, пострадал от пандемии больше всего. Его проект, компания Insiders Experience, это проект с городскими экскурсиями на джипах, который до кризиса работал в нескольких городах Китая и в Маракеше, а сейчас уже начинает оживать в Шанхае. Томасу пришлось полностью переформатировать свой продукт под изменившийся спрос и он согласился рассказать нам о своем опыте. So, let me switch to English for a bit. Okay, so, without any further ado, I'll just pass the microphone to you and Jaroslav for the questions. Yeah, hi, Томас. We've just learned that even giants such as Trip.com group have suffered a lot from the lockdown from the whole situation in China. You have relatively small business compared to such a giant. So, could you please tell us a little bit about your business and what impact COVID-19 has had on your business? Sure, okay, I'm going to try to keep it as entertaining as possible. I've been trying to understand Russian for the past close to minutes. So, it's a speech in English for me. So, we're a smaller company than Trip.com, of course. We started operations in 2008 in Shanghai. We have offices in Shanghai, Xi'an, Central China and Willen down south. Willen is a bit special. I'll come back to that later because we're a service provider of Club Med that knows the food in the holiday resorts. We specialize in what we call experiential travel or slow travel. The idea for us is to allow people to be travelers and not tourists. we're very niche. We're a premium service. So, it differentiates us slightly from Trip.com, of course, that is just a huge giant compared to us. Yeah, and the premium service is usually the first one to suffer. Yeah, absolutely. so we got hit pretty hard in the end of January when we first heard about the breakout in Wuhan. We were just obviously upset for the people of Wuhan, our friends over there, but we had no idea it would take disproportion. So when tourism got hit in Shanghai, everybody went into panic mode. So the agencies we truly worked with, but also the individuals that took us directly. So we had the cancellation rate of 100%. We lost everything within a week. Just to compare, I also operate in North Africa, in Morocco. We have an office in Marrakesh, where we had to shut down the office a month ago and there we managed to postpone, push back over 50% of our business, which allowed us to keep some cash in, as you know, cash is king. So in Shanghai, we ended up with nothing and had to shut our office and let most of the team go. So we right now have a very small team. We're a team of 12 people. We're now a team of two. And the other people, of course, I'm hoping to take back on board as soon as we can kick off. How long you had this situation? I mean, like zero sales, lots of consolations. How many times did it take? So since end of January, really. So it's been a little bit over two months. We're at a turn, actually. It's quite fortunate for us that we're talking today because on Sunday, so a few days ago, we had our first tour again with some expats. in Shanghai. So we're very happy about this. Club Med Gwilin is reopening. They launched sales last week. I'm waiting for numbers. I was hoping to have them paid today, but they have not been communicated yet. so we're resuming operations in Gwilin on April 27th, and we're starting to have a few bookings for the summer, but mainly by the expats meaning nothing from the overseas market, which was our core market. What did you do to survive? Except for laying off some stuff. And praying. So what we do is that we're trying to reinvent ourselves. Basically, everybody before me has been saying the same thing. It's the national market that is going to save this. All the international clientele that we had, Russians, among others, unfortunately, are not going to be coming back anytime soon. So we still have a good market segment for the expats community, but even they are a limited number. It's not fun to be a foreigner in China right now, as you know, and we don't expect people to travel long distance for the next holiday. So there's still going to be the business tourism, business travel that will happen as soon as this resumes, but we're shifting our offer towards the local market. So we're adapting our offer because our product is very cultural. We talk about the history, we talk about the architecture, we talk about what I would call the very interesting but not always very funny stuff. It's fun, but it's not funny. So we're coming up with something a little bit more entertaining and more in the context. One that we started doing that is working okay, it's not huge numbers, but the response is good. It's for families in China, there's a big race on education. A bunch of my insiders, so the guys who drive the vehicle that you see on the picture, they are foreigners and some of them teach English as a profession. So we're targeting parents of children that are learning English, telling them you can get out of home, you can be in a car that's totally safe, you're not within the crowd, it's going to be fine, with an insider who's a foreigner who speaks English and teaches English, your child will speak it in the front, if they're of the right date of course, and they will be having a private class with a foreigner as you're driving around the city, and you can just kick back in the back and relax and enjoy the moment. And it's a great opportunity to take pictures when you're in a convertible car wherever, really. so it works very well. Another one we're launching, we're doing this, the partnership is not public, but we're doing this in a partnership that I'll announce soon. We did some scouting for all the movie locations, movie scenes around Shanghai, and we're doing a tour of this. And so we're going to get to a point, for example, where Mission Impossible is shot, and you get this frame in the movie of Tom Cruise, and we're going to take a picture of you in the same position from the and then send them to you with watermarks, so it's a picture of Tom Cruise, and then one of you next to it that you can share on social media, etc., etc. So you see it's more in an entertaining approach than a very cultural approach. So this is also the pivot, the shift that we're working on. It's great, Tama, that you find some opportunities in this current situation. Do you see things improving now? Gleb has told us that national demand has increased recently, and what can you say about it? I understand that your business is slightly different because of the orientation on expats and on international community. What's your opinion, and what do you see? I understand. what I can tell you about is that one of the activities that we have, we do the city tours that I told you about in Shanghai, Xi'an, and New Berlin. We also have an activity that we call expeditions, where we take people in remote parts of China, like the non-against in Shanghai. I'll assume that people are familiar with China, but those are basically remote parts of China that can be touristic or that can be fairly untouched, and that are just beautiful. So, we do those expeditions. I think the expats community, of course, is going to be interested in this because they're not going to be traveling home or to southeast Asia or anything. They're going to play to state, but also the Chinese clientele. We've been approached by a hiking brand, American hiking brand that caters to the local market, and they want to use us to organize trips where the intention is basically to bring some meaning in the travel. It's not going to be an idea of traveling just to travel and get pictures and move on, but it's going to be travel with a purpose where you interact more with local population, maybe with ethnic minorities, for example, and there's some interaction there. You can eventually go in a remote part of, say, Guizhou, for example. We've got a very good knowledge of the area. We can go in remote parts of Guizhou and bring, say, some furniture for schools. That kind of stuff. So do some sort of charity or goodwill tourism, maybe not charity, but goodwill tourism where there's a purpose. We believe that people will probably travel less, but they'll travel better. We're looking at upper class, white collared consumers. We're in that premium market, as I told you earlier on. So I don't think that they want to travel just to go to Tanya, for example, and sit by the beach and do nothing else. I think they will want to go out there and pass back on those months that they had stuck at home. People want to move, but they'll be happy to be away from the crowd, away from the airports, and maybe do something a little bit more authentic. I'm not surprised by the chart we saw early on saying that most people will go into self-traveling, like, you know, without a group. That's fine. This is the angle that we will be working at Insiders with Chinese Nationals, basically. Let us show you the best of what your country has to offer. So you're going to switch more to the Chinese Nationals, right? This is correct. We're not giving up on our current offer. We're just widening our scope. We've never really talked to the Chinese audience, but with Club Med down south in Gulen, 98-99% of our time fell is Chinese. And the habits of consumption of Chinese tourists in the country have changed so much in the past 10 years. I've only had my business for 12 years, so I can talk about roughly this. It's changed so much. And the curiosity, the senses of interest, the expectations have evolved in a way where I believe we can bring some value added to the current market offer. Thank you, Thomas. It's really great to hear how you adjust your business to the new circumstances, how you expect that everything will be better in the upscale segment, which of course hit hard during the pandemic. We're moving forward to to the next speaker. Я теперь передам слово Тане. Она представит следующего спикера. Да, спасибо большое. Спасибо большое, Томасу, за за такой overview того, что происходит с точки зрения именно малого бизнеса. Действительно, наши коллеги переводили все буквально тезисно, всю английскую речь нашего спикера в чатике. Но я, наверное, повторю, что если есть два основных поинта, которые можно вынести из того, что нам сказал Томас, первое, это то, что действительно единственный разумный выбор сейчас для бизнеса, особенно для малого бизнеса, это переориентировка на внутренний спрос, и что, скорее всего, продукту, который вы делаете в туризме, он должен претерпеть этот продукт, какие-то изменения, которые будут необходимы именно для внутреннего спроса. Потому что, скорее всего, придется переориентироваться на что-то более развлекательное, менее культурное, возможно, возможно, все-таки люди будут отказываться от группового туризма в сторону больше одиночных туров. Спасибо еще раз Томасу, спасибо большое Ярославу за вопросы. Мы действительно двигаемся к следующему спикеру, на самом деле к следующему даже заключительному блоку, который у нас есть, мы его внутренне у себя назвали «Как дела у отельеров». В этом блоке у нас целых два спикера из двух аналитических компаний, которые оценивают загрузку отелей и динамику цен на них и смогут дать оценку нам с разных сторон. Наш первый спикер это Кристин Лиу, региональный менеджер компании СТР по Северной Азии. Кристин расскажет нам о ситуации в целом, о том, как коронавирус повлиял на отельную индустрию в Китае и остальном мире, конечно же, и как обстоят дела прямо сейчас, и чем этот кризис отличается от того, который был вызван вирусом атипичной пневмонии в 2003 году. Кристин Северной Азии Кристин из США Учин учитывал отчин о том, о чем финансов форуманс . Сегодня я еще рады быть вместе с вас снова. Доброе начать, мы должны предъявить о том, оценки и оценки о цене о целях о цене о цене о цене о цене о цене о цене We never give any guidance on price. So China, in the last three months, did a great effort to put the virus under good contentment. There are some key milestones to show how this progressed. Since March 10, all market shift hospitals closed. Then on April 8, Wuhan lockdown lifted. Then Wuhan people start to leave their hometown, get back to their work positions. And on the 15th of April, which is the day before yesterday, all medical teams aiding Wubei has returned to their hometown, which was very exciting news. However, China's economy, China's travel industry and hotel industry are related to the whole global efforts of virus contentment. So we look forward to see some progress in other countries to show some green light to the travel industry very soon. But before that, China, since it is the first country, had the outbreak and had efforts made the contentment very well. Then the hotel industry start to recover. So we are in a very high demand by the industry, by the partners, to request the China hotel data to understand how the recovery goes so far. So let's look back from 1st of January. This is the occupancy performance showed from the 70% dropped to single digits until late January. Then after that have been stable, stayed at single digits to 20%, then to 30% on the 25th of March, which is exciting news for the industry. Although from that, we can see there's some up and down, but it shows some stable signal already. When we look at buying markets, I listed some Tier 1 and Tier 2 markets here to see their performance since 1st of March until 11th of April. Hangzhou is the new role model since we see their occupancy level reached the highest of the population. among all the markets. From my last update, you probably noticed that Chengdu and Xi'an performed better than the rest of the Tier 1 cities. It is true it's still better than the Tier 1 cities. And others here shows Beijing is under very low occupancy. We will talk about these markets later on in the following slides. So it is the recovery. How about markets? How about the class? Which class drives the recovery? From all these five lines here, very obviously, we can see mid-scale and the economy is the one that drives the recovery. The higher class, luxury, upper-scale and up-scale are still very stable and low. The mid-scale and economy hits the 60% level on the 9th of April, which is the last weekend. Then we look at the key markets. Beijing is still under the most restrictive regulations. It has the lowest occupancy among the key markets. So how low is that? Although we look at the markets, mid-scale and economy drives the recovery. However, this mid-scale economy in Beijing, the highest, although it is the highest class, it only had 30% occupancy for two weeks' time. Last weekend, especially from the 1st of April, we see up-up-scale showed aggressive uplift. However, luxury is still under a big challenge. It's only a single-digit occupancy so far. And by sub-market, very similar with other markets. That's the economic development zone or high-tech zone, which is a little bit far from the city center, gained the occupancy back quicker. So in Beijing, the same story. It reached the 30% as the first sub-market and has been quite stable there. Olympic Park area achieved the highest occupancy in the last weekend. And the other sub-markets, which are normally very busy for business travelers for conferences and events, such like CBD, Yensha, Financial Street, they are still very quiet. And Wangfujing, which is the most close sub-market to Tiananmen Square and Babidi City, still has the biggest challenge. It is below 10% occupancy so far. So it seems there's still a long way to go for Beijing market to be recovered. Everything will depend on the whole virus contentment, international arrivals, etc. Then other markets, I listed Guangzhou and Chengdu here because they have some different patterns. So let's look at Guangzhou first on the left-hand side. I listed the Guangzhou performance by class. The pink line is the mid-scale on the economy. So it is showed very obvious that this class is the only glass gained a very aggressive demand. All the rest are on the same pattern at a low rate, up and down of 20% occupancy only. And Chengdu on the right-hand side, there's a peak day on the tomb-sweeping holidays, which is on the 4th of April. The surrounding area gained the most on this day. So obviously other sub-markets, almost nobody, no travel, especially for the blue line, which is the south area of Chengdu, which hosts the industrial park as the lowest during the holidays. But the good thing is after the 4th of April, which is after the tomb-sweeping holiday, every sub-markets had made an aggressive increase in terms of occupancy. Then for other destinations for travels or easy-to-travels, the two graphs here showed Hangzhou and other destinations. So Hangzhou, since we saw Hangzhou is the number one performed so far in the last weekend among all the markets that I showed on the slides earlier at the presentation. So Hangzhou, mid-scale on the economy, the pink line is the highest one. And we have to highlight that as the 71% occupancy on this day, on the 9th of April. So we have never seen the 71% since the virus outbreak. It's really exciting to see for mid-scale on the economy, Hangzhou, 70% is back into our eyes. And on the left-hand side, we showed four destinations. These are the preferred holiday destinations for Chinese. Lijiang, which is in Yunnan province in the southwest of China. So Sanyang is in Hainan. It's the number one holiday destination. People enjoy beach and sunshine there. This is an island in quite south of China. And Chandao Lake and Huzhou both are in Zhejiang province. In the same province of Hangzhou. So Chandao Lake and Huzhou compared to Sanyang and Lijiang, the difference is by going to Chandao Lake and Huzhou is very easy. You can take a high-speed train from Shanghai, from Hangzhou, from Nanjing, everywhere there. Or you can drive. So people in Hangzhou can easily drive to Chandao Lake during the weekend. Just one to two hours, depends on the traffic. So we obviously see the weekend pattern was very strong since mid of March for Chandao Lake. And every weekend has a strong signal delivered to the market. Especially during the tomb sweeping holiday or the Qingming holiday on the 4th of April. We reached an ever-high occupancy here. And after that, the last weekend was also good. And Huzhou did some promotion recently. So we also can see from the late March, the pattern is very strong as well. So the occupancy had some increase. So for Lijiang, which is far from other destinations, from Beijing to Lijiang, we need to fly nearly three hours. So this is a long haul for Chinese. So we still need some time to be recovered in that destination. Then these are the markets that have some slow recovery, but there's one more city is on the opposite trend. So we have to mention about Wuhan, which is the center of the coronavirus outbreak. So this city has a very different occupancy curve. We call it the most honored occupancy curve because the hoteliers did their great contribution during this outbreak to serve the medical staff. So the occupancy in Wuhan reached 70% for nearly one month period from the last week of February to the last week of March. So since the first batch of medical staff left to Wuhan on the 17th of March, the demand is slowly coming down. So now in the last weekend, it dropped to the same level of other markets in mainland China. But we also can see in the normal year of Wuhan in March and April supposed to be a very high occupancy. So we look forward to Wuhan hotels will be back to normal very soon since the virus is under very good control so far. So these are the occupancy that we analyzed. How about the rate because people asking did the hotel drop their rate? So the answer is yes. When we look at the rate by class, we can see different class have different level of percentage change compared to the same period of last year. So this is the last 12 weeks from the 19th of January to the 11th of April. So different class have different performance, but this cannot be regarded as a normal behavior because we have to keep in mind the causes of the ADR decline. After Chinese New Year is supposed to be some conference and events immediately into the market, but this year is totally cancelled or postponed. There's nothing at all for my business. And many travel destinations like Hangzhou, Xiamen or Sanya or Lijiang. So they totally lost the Chinese New Year holiday period, which is normally the highest ADR period for those kind of destinations. And also when hotels host the quarantine and the medical staff, they take the very flat group contract rates. So there's no revenue management available at all. And when the hotel running a very low occupancy, very low demand, some of the demands comes from the loyalty program with redemptions, which rate also impacts the total hotel ADR. So considering this, we are happy to show this ADR change, but we have to remember this is a normal year. This is not a normal year change. Then occupancy and ADR both had significant decline. So when can we expect the performance to be back? If we take 2019 as the base, we index the forecast into 2019. So talking about the forecast, of course, it's very difficult to forecast in this period. So every day the situation is changing in any part of the world. But we are still trying our best to work with our partner Tourism Economics to make massive analysis and create the market forecast for the markets that we normally do. So here, the one that I showed is based on the market forecast released in March for the Chinese markets, Beijing, Shanghai, Guangzhou, Chengdu and Hangzhou. So based on these five markets that we forecast for 2020, the rough power will be declined by 31% compared to 2019. So next year, we will not make it back, although occupancy will be almost there. But in 2022, with occupancy getting more than 2019, ADR slowly below that. So we hope we can make the rough power back to the level of 2019. Of course, this needs a lot of efforts from the whole, every industry and from domestic and international. So the takeaways to summarize our presentation for today. This coronavirus impact is much more serious than that of SARS in 2003. So we have to understand that we need a long way to go. We have much more challenges ahead of us. So some experts or some people talking about revenge consumptions to look forward to have this happen. This might happen in some industry or in some area. I'm not sure if you read the news just yesterday saying that the flagship shop of Amherst opened in Guangzhou. On the first day, they gained 2.7 million US dollars revenue, which is ever high. But I consider this one as a very special case. For most of the people, if you think about 1.4 billion populations in China, we have to consider, you know, some people may have or will lose their job or gain less family income. And even for the rich people, they may have lower wealth considering the stock market is not stable or the real estate is not prosper. And people are afraid of travel, the industry, the travel industry, which contributes 11% of the GDP of China. So need a long way to be recovered totally. So considering the economic recession will be longer and even for corporate international companies, will control their budget costs. So people, when they spend money, when they make travels, when they stay at hotels, they might be more price sensitive. They may have to consider to protect their pockets this year. So anyway, still have to recover. So what is likely to recover first? From what we analyzed and what we talked about in the last more than 10 minutes, we already can summarize that the domestic travel within the province, short travel by high speed train and by self-driving. Of course, every market can be very different. It depends on where this market is located. It depends on if this market has both business travel and leisure travel advantages. But for hotels which are close to the city, in the surrounding area of a big city, definitely can get some volume during the weekend and the holiday. The May 1st, the labor holiday is coming very soon. And the Chinese government made some change for this holiday. It will be five days this year, normally which was a three-year holiday, three days holiday. So people are talking about the real hotel benefits from this. But from our analysis for Qingming, for the tomb sweeping holiday, some markets gained and some class gained, right? The economy and the mid-scale and the surrounding hotels. For corporate business, FIT and hotels close to the business parks, the industrial development zones will gain some corporate first. We have to see when the big conference will confirm their date, will confirm the exhibitions. Then the business group will come in later. So this will be slower than the corporate FIT business. Thank you so much. This is my update on China hotel performance, China hotel recovery, the data until the 11th of April. Thank you so much. The next speaker is Nicholas Tsitsuris from the ATA Insight agency. Nicholas will tell us about the numbers of the dynamic prices for hotels and the number of open hotels in China and the rest of the world. Hello everyone. 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 We have another quarantine. We are waiting for that he will end tomorrow. We are partly going after the end of May. But in some countries like Europe, in Germany and Austria, we will see that a few more measures will become worse. What about us as a company ATA Insight, we are providing revenue management products for hotels. Revenue management means that it is for us. We have more than 50000 hotels in the world. We have more than 50000 hotels in the world, including all the world's brands like Hilton, Intercontinental, Marriott, etc. etc. We have three main products. The main products are three. We have three main products. The main products are the rate shopping, monitoring the price of customers at the hotel. Но на данный момент из-за событий, которые случились с коронавирусом, мы создали своего такого вида бенчмаркинг первый раз для того, чтобы мониторить цены отелей, как они понижаются или снижаются в разных рынках. В том числе количество отелей на каждом рынке, которые открыты или закрыты. И мы видим, что есть большая разница между разными рынками, в том числе между Европой и Азией. И последнее, которое я вам покажу в самом конце, это буквально Market Forecast, который мы видим с помощью нашего четвертого продукта, который называется Market Insight. Он в разработке. Мы получаем данные от третьих компаний, в том числе OTAs, мета-поисковиков и так далее. Мы знаем в любой момент, какое количество гостей ищет какую-то дестинацию, какое количество гостей бронирует и в том числе, какое количество гостей отменяет свои брони в каком-то городе. Это, в принципе, то, что мы кратко вам покажем сегодня. Вся эта информация тоже есть на нашем сайте. Она обновляется раз в неделю. Можешь рассказать про то, что вы видите сейчас в Китае? Действительно ли там есть какое-то восстановление спроса на отели? Что происходит с ценами? Что вам удалось проанализировать? Ну, для того, чтобы начать, мы начали мониторить ситуацию 14 марта. Не в самом начале, к сожалению, коронавируса, так как я сказал, наш продукт на самом деле заточен под отели, а не под весь destination. Поэтому нам заняло некоторое время создать данный бенчмаркинг, которого в нашей компании как таково не существовало. Поэтому я хотел показать некоторые вещи, которые были буквально месяц назад и посмотреть, как за последний месяц все изменилось до сегодняшнего дня. Очень интересно то, что рынки по-другому реагировали. Были многие рынки, которые снижали цену в основном в Азии, в том числе в Китае, в Японии, но мы не смогли все абсолютно зафиксировать в числах. Но когда вы тоже зайдете на нашу страничку после презентации, как я в принципе и скину ссылку, вы сможете увидеть, что мы мониторим изменения в ценах и в инвентариате неделю на неделю. Вот как я мышкой показываю, тут мы видим с 14 марта и вы уже сможете пройтись по всем городам аж до 13 апреля. Что мы видим в синий? Мы видим процент отелей, который меняет цену. То есть на данный момент мы смотрим рынок Шанхай на следующие 90 дней заезда, так как в любом случае мы видим, что early booking достаточно небольшой на данный момент, но он существует, как я покажу в конце. И мы видим тут процент, насколько отели снизили или увеличили цену в красном. На данный момент в Шанхай, то что у нас было 14 числа, мы видим, что отельеры снизили цену в зависимости от дня заезда, от 10 и до почти 30% в зависимости от дня недели. Ну и соответственно те мероприятия, которые были отменены, там конечно цена нормализовалась, если это можно так назвать, так как цены сильно увеличились. Вот, это именно по Шанхай, то есть так как уже 14 марта прошла самая большая волна, мы видим, что с прошлой недели, 14 марта, буквально 30% отельеров поменяло все цены до конца апреля, а уже начиная с мая этот процент уменьшается, уменьшается где-то до 20%. Соответственно, как все начиналось, все думали, что ситуация разрешится до середины апреля, поэтому снижали цены до середины апреля, потом все думали, что ситуация разрешится до конца апреля, поэтому продолжали каждую неделю по факту снижать цены на будущие дни. Это так как у нас ситуация, в принципе, начиналась и была в марте. Смотрим сейчас на Бэйджин, в Китае тоже данные... Прости, пожалуйста, я перебью, просто хотел уточнить, вот на предыдущем слайде, да, ты показываешь Шанхай, говоришь, что там 30% отелей снизили цены, и на ближайшие, ну, от 14 марта полтора месяца этот уровень, он прям вот стабильно, да, то есть на каждый день 30% отелей снизили цены. Это одни и те же 30% отелей или это каждый раз разное? То есть это вот одни и те же отели? Или на самом деле там 90% отелей, какие-то из них снизили цену там на выходные какие-то, на какие-то конкретные дни? Как вот это вот по вашим данным? Ну, у нас есть сампл, в зависимости от... ну, во всех рынках он 100 плюс отелей, в более крупных рынках он доходит до 200 плюс отелей. И перед тем, как запустить данный проект, мы проанализировали, врывали крупные рынки, как Лондон и Нью-Йорк, и поняли, что для крупных городов, что если, в принципе, мониторить приблизительно 200 отелей от 3 до 5 звезд, то статистической точностью 95% можно сказать, что это очень хорошо отображает весь рынок. Поэтому нет, это не все отели, это приблизительно для крупных рынков до 200 отелей 3-5 звезд. Мы изолируем апартаменты и отели, у которых меньше звезд, и мы в основном фокусируем тем, что мы смотрим цены на самом сайте отеля, не только на Booking.com, так как мы исходили, в принципе, от того, что если отель открыт на продажу или снизил цену, то, наверное, всегда у него самые доступные цены на сайте, так как при таком кризисе отели, конечно, хотят избегать комиссию, хотят больше броней привлечь напрямую, поэтому в основном мы фокусируем, мониторить прямой сайт отелей. Окей, но вот при этом есть какая-то разница между Шанхаем и Пекином, так получается? Абсолютно правильно, Ярослав. Тут на самом деле то, что мы видим, что ситуация меняется буквально каждый день. Вот мы мониторим все эти рынки каждую неделю, получается, что на одной неделе отельеры подняли чуть-чуть цену, надеясь, что, в принципе, Booking начинаются так же само, как наши глобальные партнеры STR скажут на следующей части презентации, а на следующей неделе снова же чуть-чуть цены идут вниз. Вот если мы смотрим на Пекин, то, что было по 14 апреля, мы видим, что с 18 по 28 марта цена чуть-чуть снижается, но начиная с 1 апреля и, в принципе, не считая некоторые дни, до 30 апреля, то цена выросла где-то от 3 и до 5 процентов. Но это было в ту неделю. Не факт, что на следующей неделе снова не будет паника и чуть-чуть отели не снизят цену. Но однозначно то, что мы видим, что домино-эффект в некоторых городах Китая и Азии уже закончился. Да, частично есть демпинг, но после того, как я покажу слайд Пекин и перейду на Европу, мы видим, что, конечно же, в Европе данный домино-эффект пришло намного позже, так как в то время, как в Китае и в Азии отели снижали цену на 5, 10 или 15 процентов, отели в Москве или в других городах Европы снижали цены на 40, 50, 70 или даже 80 процентов, когда отмена мероприятия. В принципе, мы тут видим Пекин 27 мая, что цена снизилась больше, чем другие дни. Чаще всего это связано с какой-то отменой мероприятия, так как мы увидим и на следующих слайдах. Переходя быстро к Сингапуру, мы видим, что в Сингапуре намного больше процент отелей меняется. То есть мы видим, что в некоторые дни процент доходит почти до 60 процентов всех отельеров на рынке поменяли цену. И мы видим, что данные изменения доходили у нас до первых числах июня, и процентаж снижения цен был где-то 15, не больше, чем 20 процентов. То есть Сингапур реагировал так, что мы считаем, что до начала июня все нормализируется. Это как было в марте уже, начиная с июня, не нужно пока менять цены, оптимизировать и снижать. Вот если смотреть Гонконг, то в принципе, как это было в марте, было достаточно похоже. В Гонконге у нас тоже такая ситуация, что много отелей меняют цену. При том, что на первые 15 дней цена эта увеличивается, так как они уже снизили цену в январе или феврале, в то время как она не снижалась в Европе. И мы видим, что изменения в марте на будущие дни, уже на апрель и на май, было не таким значительным. Уже процент отеля, который снизил цену, начиная с июня, равняется меньше, чем где-то 4%. То есть Гонконг отреагировал достаточно похоже. Если мы берем Амстердам, то в Амстердаме тоже были отмены некоторых мероприятий. Мы видим, что изменения в цене дошло в некоторые дни, как 20 марта, на 85%. И мы видим, что аж до 87% в эти дни всех отелей снизили цену, так как мероприятие отменилось. И в принципе так же самое мы видим, что позже Европа отреагировала, но мы видим так же самое, что Амстердам не снижает цены на начало июня. То есть все ательеры смотрели, по крайней мере, на это с какой-то долей позитива, что в принципе это не затянется на год или на полгода. И есть край в конце туннеля. Если посмотреть Барселону, и это было перед тем, как государство закрыло все отели в Барселоне, то мы видим, что тоже в Барселоне аж до 90% отелей на ближайшие 2-3 недели меняли цену. Потому что мы не видели в Азии, так как в Азии этот процесс уже у нас был в январе и феврале. И мы видим, что были даже... Потому что они повышали цену, я правильно понимаю, что в Барселоне отели на какой-то период? Да, если смотреть до 30 апреля, то есть даты, где отели повышали цену, но в основном с 1 марта плюс все цену понижали. Буквально на следующие, через несколько дней после того, как мы это мониторили, 14 марта, то государство уже по закону закрыло все отели. Поэтому уже изменения идут на более будущие дни. Что касается Москвы, я специально включил этот слайд, так как у нас вебинар для русскоязычных, мы видим, что в принципе до почти 80% всех отелей снизили цену. И мы видим, что Москва была из тех рынков, которые отреагировали сначала более позитивно. На первую неделю, как мы мониторили, большинство отельеров снизили цену только до конца апреля. Думали, месяцок пройдет и все оптимизируется, но мы увидим буквально, что на следующей неделе, так как у нас представлено на сайте, то отели углубили эти скидки и в май, и в начало июня. Сейчас не будем идти по каждой неделе, вся эта информация тоже есть на нашем сайте. Перепрыгиваем на 6 апреля и потом буквально на 13 апреля, то есть данные, которые у нас актуальны были буквально несколько дней назад. Вот то, что мы точно видим, что в Шанхай, что касается цен, обстоятельства идут хуже, чем в Пекине. Мы видим, что все еще 6 апреля где-то до 30% всех отелей понижают цену и в общем это от 10% и на некоторые дни до 25%. Переходя на Пекин, мы видим, что в Пекине ситуация другая. Есть те отели, которые понижают цену, ну это как мы видим буквально 3 или 5% и буквально есть очень незначительное количество дней, которые цены повышают. То есть на данный момент по ходу доминоэффект продолжается в прошлом городе, но в Пекине, по крайней мере, мы видим, что более-менее все начинает устаканиваться. И, конечно, я вам покажу буквально позавчерашние данные, как это поменялось. Смотрим Сингапур. Слушай, а вот все-таки чем у вас какие-то есть гипотезы, чем вызвана такая разница между Шанхаем, да, то есть это по сути и Южный Китай, и Пекином, столицей, где с самого начала, но с марта уже такой тенденции, такой ярко выраженной, что ательеры снижают цену, все-таки мы не видели. И в апреле она тоже не наблюдается. Это очень хороший вопрос. Я не являюсь специалистом по Китаю. У нас, в принципе, есть все эти данные. Мы точно видим, что большинство мероприятий уже давно отменились, но надеюсь, что наши партнеры из СТР смогут предоставить более инсайдерской информации. Возможно, в городе, как Пекин, больше бизнес-туристов, которые путешествуют внутри страны, и поэтому какие-то букинги идут. В то время, как, например, в Шанхае это был лейжер сезон, и ательеры ожидали, что будет какой-то наплыв от туристов, который не осуществляется. Это то, что я предполагаю, но, к сожалению, не могу сказать точно, так как по этим рынкам пока я не специалист. Но интересно, что в Сингапуре за ту же неделю, 6 апреля, изменения в ценах есть, и они, в принципе, до начала мая буквально 1-2-3% вверх, но уже не идут вниз. Мы видим, что в Сингапуре отели чуть-чуть снизили цену, начиная с 1-го июня, то есть мы видим, что как бы букинги идут, так как наши партнеры из СТР тоже скоро покажут, по сравнению с Европой их больше, но это такой вот домино-эффект. Мой сосед снизил цену, значит и я снижаю цену. Сейчас мы видим, что отели пытаются это сделать незаметным образом, например, дать только на booking.com мобильное предложение для того, чтобы их сосед это не увидел. И, конечно, такие отели мониторят рынок через нашу программу для того, чтобы понимать, какая должна быть оптимальная цена. Что касается Бали, мы видим достаточно позитивный тренд уже последние 3 недели. Цены начали расти где-то приблизительно до конца мая. Это не значит, что цена на том уровне, который она была 2 месяца назад, но уже есть позитивная тенденция, которая идет 3 недели подряд. Банконг, та же самая частичная повышение цен до конца апреля. Наверное, все-таки отельеры понимают, что снизить цену в любом случае не генерирует дополнительный спрос из Европы. Поэтому лично мое мнение, как бывшего тоже профессионала по управлению доходом, не имеет смысла снижать цену, если это не генерирует дополнительный спрос. Поэтому совет отельерам, что цену нужно ставить и просто спрос он будет таким, какой он должен быть. Мы буквально очень быстро переходим на последние дни. Данные с 13 апреля мы видим, что уже в Питине некоторые данные даты частично понизились в прошлой неделе, но это уже 3-5-7 процентов. Снижение намного меньше, чем продолжается в Европе. В Европе есть рынки, как, например, Германия, где на этой неделе снижение цены по сравнению с прошлой было не меньше 20%. В Шанхай мы видим, что... Николас, у нас все-таки время, к сожалению, ограничено на каждого спикера. Я бы, наверное, всех интересующихся отослал тогда смотреть детально уже графики вот эти все по неделям уже на вашем сайте. Вот. Все-таки хотелось бы еще услышать, как, если сравнивать то, что происходит в Европе и то, что происходит в Пекине, то, что происходило в Пекине, Шанхае и других азиатских городах, насколько тренды похожи. То есть, да, мы видели, что некоторое время назад, допустим, пекинские отельеры или там сингапурские отельеры, они вот видели, что есть период такой пониженного спроса и потом закладывали, что где-то с июня ситуация, видимо, изменится, судя по их ценам. Ну, так мы можем предполагать. А что мы видим сейчас в Европе? То есть, можешь поделиться вот этими цифрами тоже? Ну, то, что мы видим, и тут нам помогает open-rate отелей. На данном слайде мы можем увидеть, какой процент всех отелей на рынке. Тут мы смотрим все отели на рынке. Открыто было 1 апреля, открыто на дату заезда 1 мая, 1 июня и 1 июля, для того, чтобы понять, какой процент отелей закрылся и когда они вообще думают, что они заново откроются. Некоторые отели закрылись из-за того, что в странах, как в Испании, их заставило государство. Некоторые отели закрылись, потому что сказали, в чем суть держать отели открыты, если 5% загрузка. Мы видим, что в большинстве городах Азии больше процент отелей открыт, чем в Европе. Это означает, что уже отельеры ожидают, что букинги пойдут. На 1 апреля было 62%, на 1 мая 79%, с 1 июня процентаж идет до 85%. В Шанхай так же самое, с 1 мая до 87%. В Сингапуре 70% было открыто на 1 марта, но потом многие отели закрылись, поэтому на 1, я извиняю, 70% было открыто на 1 апреля и уже, так как на следующую неделю они закрылись, то 1 мая у нас было 34%. Мы видим, что приблизительно 75-80% всех отелей открыто на 1 мая и почти 90% всех отелей открыто на 1 июня. То есть максимально то, что ожидается от азиатских отелей, в том числе в Китае, это что уже будут какие-то букинги, да, не прежняя загруженность, и большинство рынка открыто на 1 июня. Что касается Европы, мы видим, что в таких рынках, как Берлин и Амстердам, этот процент на 1 мая был 40%, в Лондоне и в Барселоне все отели по закону закрыты, в Париже было открыто только 10-15%, и мы видим, конечно, что есть те города, как Москва и Петербург и Амстердам, где по закону отели не закрылись, поэтому процентаж открытых отелей больше, чем, по крайней мере, в многих других городах. Но, как вы увидите по данной графе, во всех абсолютно рынках Европы тоже 85% всех отелей открыто на 1 июня, что означает, что отельеры тоже ожидают, что карантин в некоторых странах и городах будет продлен, но максимально до середины мая, и потом уже отели начинают открываться. Могу быстро перейти буквально за минуту на влияние спроса, и мы можем посмотреть, как будущий спрос выглядит. Гейминг конференс, который был в Сан-Франциско 16 марта, с момента, как он отменился, буквально за несколько недель спрос упал на 90%. Если смотреть следующий слайд, это у нас уже идет Гонконг, там был какой-то чемпионат по регби, если я не ошибаюсь, и с момента, как он отменился, за несколько недель спрос упал на 50%. Как же выглядит это будущее? Смотря на Пекин, и на данный момент мы смотрим дату заезда в июле, мы видим, что есть те части Пекина, которые на данный момент все еще бронируются, это все эти субрегионные Пекина, и наша система показывает от external sources, так как нам эти данные предоставляют 103 компаний, что спрос на рынке Пекина на некоторые даты июля на 5-7% больше, чем обычно, то есть уже есть какие-то букинги, которые идут. И последний слайд, это уже мы смотрим Шанхай, тут у нас дата заезда 9 июля, и мы видим, что спрос частично увеличился за последние две недели, и он на 5% больше, чем обычно. Да, на 5% больше, чем обычно, звучит не так хорошо, как бы хотелось, но это уже какое-то хорошее начало, поэтому все отели в этих рынках открываются максимально в июне. В июне мы не видим какого-то повышенного спроса, то есть те люди, которые сейчас бронируют, они, наверное, на лейжер все-таки ориентируются на июль и август, так как не хотят брать большие риски, но мы видим, что в Шанхай тоже есть частично повышенный спрос по сравнению с этим периодом, например, ровно год назад или какой он должен в какое определенное время. Это та информация, которая у нас есть на данный момент по этим двум рынкам, ну и, конечно, мы наблюдаем над этой информацией почти ежедневно и обновляем информацию на сайте каждую неделю. Спасибо, спасибо, Николас. Я, наверное, еще добавлю какой-то небольшой персональный опыт. Тут были слайды про Бангкок, но не было слайда про Пхукет. Субъективное совершенно ощущение, у меня нет там каких-то цифр, но кажется, что в момент, когда уже даже вводились какие-то ограничения, когда туристов из Китая не стало, а отели, тем не менее, и у нас на Пхукете, и на соседних курортах тайских, в целом, кажется, скорее цены не понижали. Я бы хотела немножко перепрыгнуть вперед и занять буквально две минутки, чтобы рассказать о еще одном сегменте, который мы пока что не затронули. То есть мы с вами поговорили про экскурсии, мы поговорили про отели, мы поговорили также об опыте малого бизнеса и большой компанией, такой большой компанией, как TripCom. Сегмент, который мы пока что не затронули, который для меня, как для представителя туристической партнерской сети, суперактуальный и важный, это те тревел-профессионалы, которые работают в онлайне. Сейчас я больше говорю про веб-мастеров, про блогеров, про всех тех, кто пишет про туризм и зарабатывает исключительно в онлайне, не касаясь оффлайнового опыта или продукта. Для нас travel payouts — это очень важный сегмент, повторюсь, и поэтому мы подготовили два отличных гайда, как мы их назвали, гид по выживанию или survival kit. Один из них больше предназначен для веб-мастеров, другой из них больше предназначен для тревел-компаний, которые владеют своими аффилиатными программами либо же работают с аффилиатными сетями именно в тревеле. Здесь мы собрали основные рекомендации по тому, как пройти этот кризис с наименьшими потерями как для веб-мастеров, так и для тревел-компаний. Поэтому, если вам актуально, вы можете, во-первых, в презентации, которую мы обязательно разошлем всем после вебинара, будет кнопочка «Скачать», и вы сможете скачать эти гайды. И также мои коллеги скинули в общий чат две ссылочки на скачивание. Можете скачать, прочитать. Надеюсь, что будет актуально, потому что мы собрали все самые важные советы, которые применяем сами. Также, пока у меня есть слово, я немножко расскажу еще про Travelpayouts. У нас один из первых вопросов в чате был, как раз-таки, который относится непосредственно к нам. Будет ли помощь партнерам от Travelpayouts, фонд, гранты и любая другая финансовая помощь? Здесь мне, конечно, хотелось бы взять слово и рассказать немножко о том, что мы сделали буквально несколько недель назад. Если вы уже работаете с Travelpayouts в качестве аффилиата, скорее всего, в каких-то бронированиях в личном кабинете вы видели, что мы начислили компенсации с пометкой COVID-19 compensation. Что это значит? И расскажу немножко поподробнее. Это значит, что в целом мы придерживаемся такой политики, всегда пытаемся защищать наших мастеров и аффилиатов. И мы прекрасно понимаем, что многие брони сейчас отменяются именно из-за вируса, пандемии, из-за закрытия границ и кризиса, в котором мы все сейчас проживаем. Но так как ваша работа со стороны аффилиатов была полностью проделана от и до, и ваши пользователи сконвертировались в продажу, то есть бронирование было засчитано и оплачено на стороне рекламодателя, несмотря на то, что оно в итоге отменилось по независимым от вас причинам, мы все равно решили начислить вам эту комиссию, выполняя свой долг как партнерской сети. Вот, поэтому тысячи и тысячи мастеров получили выплаты за бронирование, отменившееся именно из-за вируса. Вы можете видеть это в своем личном кабинете, и мы будем стараться двигаться именно в этом же направлении на все время кризиса. Вот, на данный момент я думаю, что мы закончим. Еще раз скажу большое спасибо всем спикерам, кто присоединился, кто посвятил свое время слайдам, подготовке информации. Спасибо большое нашей команде Travelpayouts и VASales, которую вы, к сожалению, не видите и не слышите, но на самом деле она на протяжении этих двух часов с нами также работала. Отвечали коллеги в чате за синхронный перевод, также большое спасибо нашим коллегам. Спасибо всем, кто сегодня пришел. У нас было на самом деле больше тысячи регистраций, 450, наверное, человек в пике. Это очень круто. Мы рады, что эта тема интересна вам так же, как и нам. Мы будем стараться продолжать информировать вас и делать подобные онлайн-конференции, пока мы не можем встретиться с вами в оффлайне. Спасибо большое и будем на связи. Всем здоровья, не болейте. До свидания.